На наших глазах прибор, измеряющий уровень шума, практически зашкалил с 80, добравшись до 100 децибел. Такое оборудование в учебном процессе используют преподаватели и студенты технического вуза. Обычно измеряют шум на производствах, сегодня вышли в город. Измерили уровень у одной из главных городских магистралей, еще до проезда скорой. Сейчас видим, насколько у нас возросло децибелы, когда началось движение машин. От было 66, стало 83,9. То есть это уже не норма, это уже слишком много для человеческого слуха. К слову, нормальный уровень шума для города составляет 55-60 децибел. Как только он превышает эти значения, становится опасен. В среднем в России считается, что после 2010 года практически на 10% увеличился уровень шума и увеличилось количество профессиональных заболеваний, связанных с тугоухостью. В принципе, у нас повышенный уровень шума вызывает агрессивное состояние, раздражительность, бессонность. Учем страдает сейчас городское население у нас очень активно. Моя подруга живет около кинотеатра «Мир», и она говорит, что ночью очень шумно мотоциклы, машины. А куда деваться? Я честно говорю, куда деваться? Все на машинах ездят, мы вот на автобусе. Очень шум настало, потому что увеличилось количество транспорта, то есть личных машин. Но мне это, в принципе, не мешает. Если что, я выбираю тихие улочки, я живу в тихом месте. В основном ночную, а тем более дневную городскую тишину нарушает шум машин. Он, в принципе, гораздо выше нормы, которую способен выдержать человек. Многие эксперты считают, что убрать шумовую грязь можно. Способы давно известны. Например, это озеленение, это установка каких-то шумозащитных барьеров. Но, к сожалению, архитектура нашего города такова, что не все возможно реализовать. Например, в крупных городах, в частности, такие, как Москва, делают некие такие буферные зоны для снижения транспортного шума. То есть, допустим, некоторые улицы отводят полностью под пешеходное движение. Китайцы продвинулись еще дальше. Вокруг домов они делают многоуровневые развязки, которые подавляют шум авто. Снизить уровень децибел на дорогах можно и с помощью электромобилей, считают эксперты. Но, пожалуй, чередование шумных и тихих зон в городском пространстве – самый лучший способ на время побыть в тишине. Если же вы думаете, что помочь может музыка в наушниках, то такого совета специалисты не дадут. Пытаясь таким образом перекрыть городской шум, люди рискуют и вовсе оглохнуть. Ведь в ушах будет уже 120 децибел. А это звук пролетающего мимо реактивного самолета. Татьяна Голубева, Александр Антропов, Вадим Быстревский. День с толком.